В преддверии 8 марта глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил представительниц одной из самых женских профессий, библиотекарей. Именно благодаря их труду Краевой Центр получил почетное звание «Библиотечная столица России-2017». Сейчас идет процесс модернизации этих учреждений по специально разработанному проекту. Эффект от его реализации уже заметен, меняется формат, общение с читателями, а сами библиотеки становятся интересным общественным пространством, а не просто хранилищем для книг. Раньше 45% площадей библиотеки занимали хранение. Хранение – это закрытое помещение, куда читатель не имел права доступа. Сейчас осталось только 11 квадратных метров, одно единственное хранение. Во все остальные помещения библиотеки читатели могут заходить беспрепятственно и пользоваться всем большим арсеналом тех информационных носителей, которые у нас есть. Из 44 библиотек города на сегодняшний день 4 библиотеки получили новое лицо. Они превратились по существу в центр социально-культурного общения. Это не только абонемент, но это и современный читальный зал, это и пространство, где можно оставить ребенка для того, чтобы молодая семья, например, работая в библиотеке, была уверена, что ребенок присмотрен. Образовательные программы для детей, образовательные программы, в том числе для детей, с ограниченными возможностями здоровья. Это все очень важно и это требование сегодняшнего дня. В библиотеках отмечают, после модернизации интерес к ним значительно возрос. Только за две недели работы после реконструкции пришло на 60 читателей больше, чем обычно. Причем люди ходят туда с семьями, не только чтобы выбрать книгу, которую можно почитать самому и своему ребенку на ночь, но и чтобы пообщаться. Здесь появилась игровая комната, которая рассчитана не только на детей постарше, 5, 6, 7 лет, но и для самых маленьких. И сюда стали ходить уже с маленьким ребенком. Ей сейчас полтора года, и она тоже пользуется услугами библиотеки, берет книжки для самых маленьких и играет с предложенными игрушками. Здесь появился кинетический песок, который интересен и для самых маленьких, и для постарше. И очень интересные мастер-классы, которые проводят сотрудники библиотеки для ребят.